всем привет сегодня я покажу как связать вот такую мальчику на вязальной машине вяжется очень просто в видео я покажу как я вывязывала пройму горловину и как я обрабатывала горловину и пройму рукавов здесь я провязала 100 рядов резинкой 11 и далее я вязала по перфокарте номер 10 для зингер или silver лид давайте приступим у меня на счетчике 110 ряд и в этом ряду я начну вывязывать пройму и горловину выдвигаю 5 иголочек и мне нужно их открыть закрываю через скалок выдвигаю все иголочки противоположные каретки от нуля в переднее нерабочее положение и выдвигаю еще 15 иголочек на каретке включаю рычаги частичного вязания и и провязываю ряд выдвигаю вот эти иголочки вперед возвращаю каретку на правую сторону посередине мне нужно закрыть 30 иголочек закрываю иголочки через скалок завязываю заставка в голову в голове и и все в голове ввожу ниточку обратно в каретку и ввожу в работу все иголочки с левой стороны поскольку я вижу по перфокарте мне нужно поставить все иголочки в работу если вы вяжете без перфокарты то вы можете их просто вот так вот чуть-чуть задвинуть чтобы они провязались я ввела в работу иголочки на которой у меня будет вязаться узор по перфокарте крайние две иголочки просто чуть-чуть закр задвигаю чтобы они провязались и то же самое делаю с пятью иголочками с краю потому что я их буду закрывать мне нужно чтобы они тоже все провязались и провязываю на счетчике 111 ряд и я закрываю 5 иголочек со стороны каретки в этом же ряду убавляю две иголочки со стороны горловины и провязываю один ряд поскольку я вижу по перфокарте мне очень неудобно когда часть иголочек стоит в частичном вязании и я сниму эту часть набросываю нить плюс при вывязывании горловины чтобы не раз не растягивалась сильно горловина тоже удобнее снять противоположную сторону от той от которой мы вяжем на счетчике 112 ряд я убавляю две иголочки со стороны горловины провязываю один ряд 113 ряд убавляю еще две иголочки 114 ряд убавляю одну иголочку и убавляю одну иголочку со стороны проймы 114 ряд и 114 ряд 124 ряд убавляю одну иголочку со стороны горловины провязываю ряд убавляю еще одну иголочку со стороны горловины и провязываю теперь два ряда сто восемнадцатый ряд добавляю одну иголочку со стороны горловины и одну иголочку со стороны пройма провязываю два ряда убавляю одну иголочку со стороны горловины провязываю два ряда 122 ряд убавляю одну иголочку со стороны горловины и одну иголочку со стороны проймы со стороны проймы я убавляю иголочки через каждые четыре ряда провязываю два ряда убавляю одну иголочку со стороны горловины провязываю два ряда 126 ряд убавляю одну иголочку со стороны горловины и одну иголочку со стороны проймы сто двадцать восьмой ряд убавляю еще одну иголочку со стороны горловины я закончила свои убавки со стороны горловины и теперь мне нужно продолжить убавки то есть только со стороны проймы у меня это будет еще пять убавок каждые четыре ряда сто тридцать четвертый ряд делаю бабушку со стороны проймы и провязываю четыре ряда сто тридцать восьмой ряд еще одна бабочка сто сорок второй ряд одна бабочка сто тридцать восьмой ряд сто пятьдесятый ряд и у меня последняя бабочка со стороны проймы у меня осталось 20 иголочек на плечо и теперь я буду вязать по прямой до 213 ряда в котором я начну вывязывать сквозь плеча на счетчике 214 рядов включаю на каретки рычаги частичного вязания и выдвигают пять иголочек противоположные каретки обливаю иголочку 216 ряд выдвигаю еще пять иголочек 218 ряд еще пять иголочек разбегаю 220 ряд выключаю рычаги частичного вязания и провязываю сглаживающие и провязываю еще один я теперь снимаю плечо набросываю нить одна половинка готова противоположную сторону вяжем зеркально перед готов спинка вяжется точно так же за исключением горловины я провяжу до горловины и покажу как я делаю горловину спинки на счетчике 210 ряд включая на машине рычаги частичного вязания и все иголочки от нуля выдвигаю в переднее нерабочее положение выдвигаю еще 13 иголочек и провязываю один ряд обвиваю иголочку и провязываю 212 ряд выдвигаю вперед еще 7 иголочек провязываю ряд обвиваю иголочку у меня на счетчике 213 ряд и в этом ряду я начинаю вывязывать скос плеча для скоса плеча подвигаю 5 иголочек и провязываю один ряд обвиваю иголочку выдвигаю 5 иголочек со стороны горловины провязываю 1 ряд выдвигаю еще 5 иголочек скоса плеча для скоса плеча провязываю 1 ряд обвиваю иголочку обвиваю иголочку 218 ряд выдвигаю еще две иголочки для горловины обвиваю скоса плеча обвиваю иголочку и провязываю ряд задвигаю все иголочки в рабочее положение и провязываю один ряд на противоположную сторону левую сторону вяжем зеркально выставляем счетчик на 210 ряд все иголочки противоположные от нуля выдвигаем в переднее нерабочее положение я вяжу по перфокарте поэтому я выставляю обратно тот ряд который у меня был на перфокарте когда я вязала горловину с правой стороны и выдвигаю 13 иголочек и провязываю один ряд обвиваю иголочку 212 ряд выдвигаю 7 иголочек провязываю ряд провязываю ряд 5 иголочек для скоса плеча провязываю ряд еще три иголочки для горловины 5 иголочек скоса плеча и еще две иголочки для горловины ввожу в работу все иголочки скоса плеча и провязываю ряд теперь ввожу все остальные иголочки в рабочее положение можно отключить рычаги частичного вязания провязать ряд я отключаю перфокарту и провязываю еще один ряд теперь мне нужно снять плечи и горловину на бросовую нить включая на машине рычаги частичного вязания выдвигаю все иголочки с противоположной стороны от каретки в переднее нерабочее положение единственными оставляют 20 иголочек которые у меня плечо ниточку я обрезаю подлиннее чтобы я могла потом сшить этой ниточкой плечи где ее напишу чуть ли не отбегаю как за это и Мас assertан перед и спинка готовы сейчас я соединю одно плечо и покажу как обрабатывать горловину я собрала одно плечо теперь мне нужно бросовую нить и провязала 4 мне нужно рядов на рассчитать сколько иголочек мне нужно для вывязывания горловины я знаю что горловина спинки у меня 60 петель поэтому спинка нам не нужно рассчитывать это будет 60 иголочек предположим вот здесь теперь я беру перед и прикладываю к машине смотрю сколько иголочек мне нужно обрабатывать горловину переда и спинки я буду на всех иголочках у меня 200 иголочек поэтому я набираю все 200 иголочек на бросовую нить и я провязала 14 рядов на плотности 6 если вы задаетесь вопросом что вот это сначала я хотела вязать обработку горловину убавляя плотности провязать всего 12 рядов но когда я это сделала я поняла что мне не нравится как это выглядит потому что она получается тогда вот здесь очень будет очень маленький сгиб и мне не понравилось как это выглядит поэтому вместо того чтобы снимать это все с машины и набирать по новой я провязала бросовой нитью еще промежуточные ряды и потом уже провязала 14 рядов на плотности 6 теперь нам нужно поднять вот эти открытые петельки на игольницу все открытые петельки навешаны на машину и провязываю один соединительный ряд теперь я беру маечку и навешиваю петли горловины на машину навешиваем изнаночной стороной к себе у меня вот эта сторона изнаночная хотя это лицевая потому что мне больше нравится как узор выглядит с этой стороны у меня навешана на машинку горловина переда и спинки и я провязываю один ряд 2 3 2 3 5 6 5 6 6 6 7 9 10 8 10 9 10 теперь я буду закрывать иголочки через колок обработка горловины готова убираем бросовую нить вот такая горловина у нас получилось теперь мы собираем второе плечо и обвязываем рукава я собрала второе плечо теперь у меня оба плеча собраны у нас получилась вот такая обработка горловины и теперь нам нужно обработать вот здесь пройма рукава они будут иголочки для проймы я буду рассчитывать таким образом вот я возьму здесь центральная центральные иголочки и вот так в одну сторону у меня получается 65 иголочек с противоположной стороны путь то же самое поэтому я буду набирать 650 65 набросовую нить и вязать точно так же как я делала обработку горловины я обработала проймы рукавов и в итоге у меня получилось вот такая маечка спасибо за просмотр